Приветствую вас, Алексей. Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Вам нужно быть с той, кому у вас есть чувства. Вам нужно быть с той, кому у вас есть более сильные чувства. Казалось бы, ответ на поверхности. Но нет, вы по-прежнему мечетесь в выборе. Я полагаю, что основание для того, что вы мечетесь в выборе, кроется именно в отсутствии сколько-нибудь серьезных чувств у вас к обеим девочкам. То есть ни одну девочку вы не видите в качестве любимой. То есть ни одну девочку вы не любите, ни одну девочку вы не влюблены. Одна вам дает секс, другая дает вам духовную историю. Но, в общем-то, получается, что ни того, ни того, да, недостаточно для, ну для построения, скажем так, полноценных отношений. Вот. И мне лично кажется, что проблема, она в том, что вы боитесь, вы боитесь обжечься, вы боитесь боли, вы боитесь опыта нового, ну точнее не нового, а такого же опыта, какой у вас был ранее. То есть, по сути, вы вытравмированы. По сути, вы вытравмированы. Но при этом травма не проработана. Это, по-прежнему, причиняет вам боль, негатив, страдания. По-прежнему, вы испытываете болезненность. И это влияет на ваше поведение. Это влияет на то, как вы себя ведете, на то, что вы делаете и так далее. Я думаю, что начать вам однозначно стоило бы с проработки вот той самой травмы, которая у вас имеет место быть. То есть, в проработке боли, болевых ситуаций, страха вашего, что вы боитесь обжечься. И как результат, личностный рост. А дальше, просто, кому у вас более сильные чувства, что, девочка, вы будете находиться, я думаю. Но, как мне показалось, как мне показалось, вы ни ту, ни другую девочку не любите. И я думаю, что ни с той, ни другой девочкой вы не будете. Потому что, первая девочка, это такая духовная история. Возможно, это попытка завершить гестальт с обидой на предыдущую девушку. А девушка, которая дает вам сексуальную историю, это просто отражение ваших желаний. Вполне естественных, в принципе, и нормальных желаний. Поэтому, первую девочку вы откровенно используете. То есть, вот девочку, с которой у вас просто секс, вы откровенно используете. А вторая девочка, она не настолько цена для вас, чтобы вы ее ждали. Вот. И если отбросить боль, вот если бы вы не боялись, да? Как бы вы поступили? Как бы вы решили действовать? Вот. В принципе, в этом направлении вам стоит как-то двигаться. В этом направлении вам стоит как-то смотреть. Ну и просто для себя решите, на каких основаниях вы хотите выстраивать отношения с девушками. То есть, это будут отношения по любви у вас, или это будут все-таки отношения больше отновленные на расчете. Здесь, понимаете, не нужно руководствоваться моралью какой-то. Здесь просто чисто ваши желания, потребности, предпочтения, может быть. То есть, как-то вот куда-то, куда-то туда, куда-то туда, в какую-то такую сторону. Вот. 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 Вот я думаю, что таким может быть вам ответ дан. Такой можно вам дать ответ. Конечно, это не полный ответ, безусловно. но, пока что это такой показ. Как я и сказал, вам, вероятно, нужна помощь в проработке того травматичного опыта, который имел место быть у вас. вот. И, дальше уже, можно будет что-то вам рекомендовать, вот, ну, то есть, двигаться. Дальше. Куда-то. Я вижу эту ситуацию так. Алексей. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обратите внимание на секс в вашей жизни. Насколько он секс вам важен, почему он вам важен. То есть, это не обвинение сейчас. Я не пытаюсь вас обвинять. Просто хотел бы понять вас, скажем так, несколько лучше. Вот. Обвинять это не то, что делают психологи. Вот. Поэтому, пожалуйста, воспринимайте эту ситуацию именно как рекомендации. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю самого доброго всего и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Продолжение следует. Продолжение следует.